Зрелищно, эффектно, всего за один день и 29 тысяч долларов призовых. Именно под таким лозунгом прошел iOS Pantamera на минувших выходных в киберспортивном сердце Швеции Inferno Online Stockholm. iOS Pantamera собрал под свои знамена лучшие европейские коллективы, которые были определены в одну группу и сыграли по круговой системе, чтобы определить плей-офф участников. Турнир выдался крайне интересным, ведь мимо таких имен, как NIP, Fnatic, Envy, Virtus.pro и Titan просто так пройти нельзя. К слову, именно эти команды получили прямое приглашение на ламфиналы, а вот норвежцы из LGB, которые замкнули эту фантастическую шестерку, отобрались на турнир посредством онлайн-отборочных. Игры начались не с самых приятных сюрпризов для болельщиков команды NIP. Команда после выигранного Asus Rock Winter на этом ивенте выглядела очень блекло и крайне неуверенно. Или очень устали, или же решили не придавать значения iOS Pantamera. Ведь совсем скоро стартует один из крупнейших турниров в этом году ESL One Katowice. И подобные команды, как NIP, могут позволить себе не показывать действительно важные наработки. А в современном Counter-Strike на одной стрельбе далеко не уедешь. В связке с несколькими проигранными матчами NIP опустились в нижнюю часть турнирной таблицы. И по итогу общего зачета вместе с поляками Virtus.pro норвежцами LGB заняли 4-6 место и получили порядка 1000 долларов на команду. Virtus.pro, к слову, продолжает проигрышную серию на важных турнирах. Игра пока что не клеится, хоть команда и пытается наигрывать новые тактические наработки. Результат относительно плохой, однако с учетом огромного количества турниров в 2015 году, Virtus.pro могут добиться положительного винрейта за счет количества, нежели качества выступлений. Программ группы можно назвать Титанов, которые по итогу заняли первое место и попали сразу в суперфинал плей-оффа. А вот за второй слот в финал развернулась борьба между командами Fnatic и Envy. В плей-оффе система матча была уже традиционной, и команды играли Best of Reef встречи. Полуфинал между Fnatic и Envy выдался очень жарким и в какой-то степени даже интереснее самого финала. Все три карты сопровождались яркими моментами и напряженными тактическими раундами. Шведы в этом противостоянии оказались сильнее, и 2-1 по картам переиграли французов. Однако в суперфинале Fnatic ждал еще один французский коллектив под названием Titan. Но шведы это не та команда, которая останавливается в одном шаге от победы. Титаны или долго отдыхали, или устали после группового этапа, но Fnatic остановить они не смогли. На первой карте The Catch французы проиграли с минимальным счетом 13-16, а на второй и вовсе овертайм решали судьбу победителей. Ими стали шведские Гранды Fnatic и 22-20 победа на карте The Inferno. Вот так вот символично в шведском компьютерном клубе Inferno Online решающей картой стала The Inferno и победили шведы. На первый взгляд казалось, что такой ивент еще и с такими командами проходит за один день, не сильно ли быстро? Однако посмотреть столько матчей в режиме нон-стоп с интереснейшими командами было чертовски круто. Американский киберспортивный проект IC решил порадовать своих участников призовыми фондами, которые будут разыграны в нынешнем году. Их сумма равна 600 тысячам долларов, действительно огромная цифра, как для соревновательных дисциплин. По сравнению с прошлым сезоном, призовой фонд значительно увеличился. Напомним, в 17 сезоне триумфаторы турниров Natic выиграли не лишь 20 тысяч долларов, а уже в 18 победитель LAN финалов получит 70. Второму месту отойдет 25, а третье место удостоится суммы в размере 15 тысяч условных единиц. Финалы 18 сезона IC пройдут с 17 по 19 апреля в Далласе, где встретятся 4 лучшие команды с Европы и Северной Америки. Предыдущие сезоны были, мягко сказать, неудачны из-за отсутствия команд, которые выигрывали кого-то на финалы, а затем просто не приезжали в Америку по различным причинам. Но самое популярное – это неравные затраты на перелеты, и даже в случае занятия первого места команда-победитель не могла гарантировать себе, скажем так, плюсовость поездки. Посмотрим, насколько ответственно сейчас команды будут относиться к лиге IC. Киберспортивные выходные не для всех команд и зрителей прошли благоприятно. Компания Valve решила потрепать нервы польским игрокам в CSGO, бывшем подопечном организации ESC Gaming. Автор популярнейшего шутера Counter-Strike Global Offensive и главный спонсор всех мейджор-турниров компания Valve уличила польских игроков в нечестной игре, а именно в подставном матче, в котором опять фигурировали ставки. Спустя один день поляки выдвинули заявление, в котором были просто шокированы подобным решением. Они описали эту же ситуацию со своей стороны и попросили еще раз руководителей Valve разобраться в этом очень неприятном моменте, настаивая при этом на своей невиновности. Отдел, отвечающий за подобные баны, принял просьбы игроков и уже спустя сутки выдал действительно удивительный ответ. Бан снят и игроки полностью оправданы. Участие в турнирах от Valve представителям X-ESC было ограничено по причине их слива некоторых матчей, тем не менее, дальнейшее исследование данного вопроса разъяснило их роль во всем этом и ограничение снято. Вот такие вот комментарии последовали от представителей компании Valve. Ситуация спорная, с одной стороны быстрые выводы, с другой трезвость оценки ситуации. Так или иначе, поляки могут смело вздохнуть и готовиться к отборочным на крупнейшие ивенты 2015 года. В российской команде Team Aces произошла двойная замена. Вместо таких игроков, как Резги и Йован, приходят более опытные и известные товарищи на постсоветском пространстве Дмитрий Хучбогданов и Алексей Юбик-Поливанов. Данное решение организации связано с неутешительными выступлениями команды на квалификации KSL One Катовицы, где коллектив потерпел поражение сначала в полуфинале верхней сетки, а потом в этой же стадии, но только в сетке лозеров. Что касается новобранцев состава, организация надеется на их колоссальный опыт игры и в случае Хуча, и огромную тактическую составляющую в случае с Юбиком. Какие будут результаты у этого коллектива, сказать крайне сложно, в первую очередь потому, что получить инвайт, скажем, на средний онлайн европейский турнир для Team Aces будет очень проблематично. Команда не имеет стабильных результатов в Европе, и поэтому единственный шанс это закрепиться в СНГ и пытаться прогрессировать за счет открытых квалификаций на средние и крупные онлайн турниры. Ну а пока Хуча компания думает с чего начать покорение киберспортивного Олимпа, портал HalflifeTV.org вновь порадовал все киберспортивное комьюнити новым рейтингом для профессионалов CSGO. Автором нового рейтинга стал известный аналитик в дисциплине CSGO и журналист таких ведущих проектов, как ИСИА, Винаут, СК Гейминг и многих других англичанин Дункан Торин Шилдс. Примечательно то, что рейтинг составлялся исходя не только из заслуг команд, но и во внимание были взяты и личные причины Торина. По сравнению с прошлым рейтингом, наши коллективы немного сдали свои позиции, так Na'Vi занимали четвертое место, а Ашер в свою очередь седьмое. Позиция первого коллектива ясна, ведь в этом году ребята не посещали ни единого LAN-турнира, а результаты в онлайне оставляют желать лучшего. Что же касается Ашера, они в этом плане немного удачливее, и даже успели завоевать бронзу на ASUS Rock Winter, который проходил в городе Хельсинки. Но другие команды сегодняшнего топа были несколько сильнее, и HellRaisers также не удержались на седьмом месте и немного понизились до восьмой строчки. Какой из двух последних рейтингов является приоритетнее и престижнее, очень сложно ответить даже зрителям, ведь оба автора являются действительно знающими людьми в области соревновательного Counter-Strike. Над свежей частью Call of Duty, которая должна была выйти в этом году, работает студия Treyarch, сообщили издатели сериала. Пока неизвестно, какой именно теме будет посвящен проект, но возможно речь идет о продолжении World at War. Над сериалом Call of Duty сейчас работает как минимум три крупных студии, предыдущая часть Advanced Warfare была выпущена с летга Hammer Games, а предшествовавшая ей Call of Duty хост вышла из стен Infinity War, компания, создававшая оригинальную Call of Duty. О дате реализа следующего выпуска не сообщается, но традиционно Activision Blizzard запускает новые части серии примерно в ноябре. На сегодня это все, дорогие друзья, спасибо за внимание, всем удачной недели. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok